Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасия Борисова и перейдем сразу к выпуску. Премьерный проект телеканала Катунь-24, программа «Лена-путешественница» получил награду на фестивале детского телевидения «Включайся». Награждение победителей прошло в Уфе. В фестивале организован Национальной ассоциацией телевещателей при поддержке правительства Республики Башкортостан и при участии телеканала «Карусель». На конкурс свои работы представили ведущие студии детских и юношеских телепрограмм. Всего заявки подали 120 телекомпаний со всей России. Специальный приз фестиваля получил премьерный проект телеканала «Катунь-24», программа «Лена-путешественница». Спецприз получает от телеканала «Карусель» получает телеканал «Катунь-24». Это замечательная программа «Лена-путешественница». «Лена-путешественница» – это познавательный телепроект для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В выпуске, представленном на фестивале, 7-летняя девочка пытается разгадать тайну праздника цветения моральника. Лена встречается с бабой-ягой, знакомится с алтайскими казаками и, наконец, узнает, почему так много людей приезжает на Алтай, чтобы увидеть распускающиеся цветы. Во втором выпуске Лене предстоит оказаться на ночи музея в Барнауле. Мы хотели сделать семейную детскую программу страноведческой направленности, чтобы мамы посмотрели ее вместе с детьми, а потом вместе с детьми же выполнили какое-то задание. Приятно, что уже пилотный, то есть самый первый проект, получил высокую оценку на федеральном конкурсе и при этом высокую оценку именно со стороны детского федерального телеканала. Продолжаем выпуск. В семье песцов Барнаульского зоопарка «Пополнение» на свет появились сразу 11 чинят. Родились месяц назад, но только сейчас вышли в свет. Посмотреть на маленьких хищников отправился мой коллега Василий Токмачев. Маленькие, но уже с характером. Так говорят зоологи о крошечных хищниках, которые родились в Барнаульском зоопарке. 28 апреля на свет появились сразу 11 малышей песца, 6 девочек и 5 мальчиков. Детеныши похожи на родителей. У них такой же окрас. Папа всегда на стороже безопасности, в принципе, и матери, и детенышей. Ну а мама, она в принципе такая у нас приметливая девушка и находит контакт с человеком. Она иногда даже может разрешать спокойно брать детей, так как она знает тех, кто к ней подходит. Малышам вместе не скучно. Активные они растут, как говорится, не по дням, а по часам. Сложно поверить, но уже через 3-4 месяца эти малыши приобретут размеры взрослой особи. Уже сейчас щенки, песца обыкновенного, помимо молока матери, едят мясо. Несколько дней назад у семи песцов было новоселье. Их перевели в новый вольер. Когда малыши подрастут и станут самостоятельными, у них появится новый дом. Песцы отправятся в разные зоопарки страны. Василий Токмачев, Антон Червяков. Новости. Соревнования по судомодельному спорту стартуют сегодня в Барнауле. Большое плавание свои корабли отправят школьники и студенты до 18 лет. Такие соревнования ежегодные. В этот раз они пройдут с 13 по 17 июня. Сегодня участники будут сдавать теоретический зачет. В остальные дни – практика. Капитаны будут управлять своими суднами на Малом озере в Барнаульском селе Лебяжье. Там и выберут лучшую модель. Кстати, как отмечают члены жюри, хорошее судно должно обладать скоростью, маневренностью и максимально соответствовать оригиналу. Парк спорта «Смертина» стал официальной фан-зоной чемпионата мира по футболу. Здесь сразу на двух больших экранах будут бесплатно показывать матчи нашей сборной. График трансляции вы видите на своих экранах. Отметим, за три часа до начала каждой игры на территории фан-зоны будут проходить концертные программы с участием творческих коллективов. Параллельно откроются интерактивно-развлекательные зоны. В парке будут работать точки питания и точки продажи спортивных товаров для болельщиков. Фанатам, приехавшим на машинах, можно будет припарковаться на парковке, которая вместит более 200 автомобилей. Болельщикам без машины после матча представят общественный транспорт. Пока это все новости к этому часу. Еще больше вы можете найти на нашем сайте katun24.ru. Хорошего вам дня! Субтитры подогнал «Симон»!